Наука, 21 век, лабораторные исследования, компьютерные проекты, мультимедийные студии. Все это в Серпухове не только в промышленных цехах и в офисах, а уже в детских садах. Как сегодня обучают современных детей и чем инновации помогают в воспитательном процессе? Смотрите в нашем материале. Скажи, пожалуйста, Виталик, из чего он состоит? Назови мне части микроскопа. Как называется вот эта часть? Акуляр. Это? Тубус. Тубус. А это? Легендерный столик. Из чего состоит микроскоп, сегодня ответит далеко не каждый школьник. Но в этом детском саду малыши не только знают, чем отличается окуляр от объектива, но и сами проводят лабораторные исследования. Шестилетний Виталик Юнеев самого раннего детства ставит химический эксперимент и умеет делать синий молоко из крахмала и йода и знает, как соорудить вулканы с соли и соды. После занятий в группе юный химик продолжает исследования и дома. Если налить воды в какую-нибудь бутылочку и поставить в холодильник, то бутылка каким? Она станет каким? Теплым или холодным? И каким? Холодным. А почему? Потому что замерзла. Научная лаборатория в детском саду появилась только в прошлом году. После открытия более 300 воспитанников получили возможность принимать участие в увлекательных экспериментах. Кабинет познавательного развития оборудован по всем правилам. Здесь есть пробирки, колбы и нужные реагенты. При этом все совершенно безопасно. Все используемые препараты, баночки, колбочки, они абсолютно безопасны для детей. И наверняка все это имеется на кухне у каждой домохозяйки. И такие опыты можно проводить, конечно же, и дома. В Семицветике уже с двух лет на практических опытах изучают физику, биологию и химию. Конечно, пока что в ознакомительном формате. Просто о сложном и увлекательно о неизвестном. Мини-лаборатории здесь есть в каждой групповой ячейке. Такие занятия, как считает директор, не только научат ребенка логически мыслить, но и помогут подготовиться к школе. Дети немного стали другими. Они пытаются найти что-то новое, узнать что-то новое. Сейчас мир требует именно, и наша жизнь требует немножко другого направления работы. Где одним из основных именно детей направить на то, чтобы они стали исследователями. И, конечно же, учились познавать. Сегодня серпуховских детей обучают по-новому технологии. Не только для игр, а для развития и обучения. Почти в каждом детском саду свои современные проекты. Можно приснять, Сонечка? Передвигаем. Чуть-чуть. Фотографируем. Посмотри, получилось у нас? Угу. Молодец. Киностудия в саду номер 48 начала работу в этом году. Вместе с педагогами воспитанники создают настоящие мультфильмы. Из оснащения, фотоаппарат, ноутбук и проектор. Такое доступно почти каждому. Дети сами делают декорации, принимают участие в съемках и озвучивают роли героев. Что вам больше всего тут нравится, расскажи. Ну, тут двигать ручками, тут двигать, ходить. Говорить слова – это очень интересно. О том, что такой подход к использованию гаджетов необходим, педагоги уверены. Когда дети сами участвуют в процессе, они открывают для себя обычные вещи совершенно новой стороны. Проблема-то вся в том, что действительно мы больше детей учим все-таки потреблять некоторый продукт, готовый уже. А здесь ребята сами созидают, они сами создают. Ребята в таком процессе учатся общаться. Ведь мультипликация – это такой волшебный мир, знакомый нам с детства. И я думаю, что эти впечатления у них останутся на очень долгий срок. Сегодня большинство детских садов, муниципалитетов ведут свои научно-исследовательские и творческие проекты. Неоднократно дошкольное образование городского округа оценивалось на высоком уровне. К примеру, на данный момент из пяти подмосковных региональных инновационных площадок две решили открыть именно в Серпухове. Чтобы колечки были.